все мы готовы ну вот ролик если ты можешь расскажи как ты со своим сыном то я знаю что у тебя и дочка и сын есть что они в штаты одна дочка у тебя в канаде кажется да канаде вот а сын у тебя в нью-йорке живет да ну а саша понятно она у тебя криная петербурженка но расскажу как ты с ним вчера общался просто ну ты уже говорил но еще немножко повтори да выклю выключи это да это ничего о все темно так нет ну ну тут ничего хватает вот там видно посмотри виталий вот там же видно видишь нормально хватает там чувствительность хорошей у камеры поэтому прилично света идет от окна поэтому мы так освещены а вот если туда снимать тогда мы будем темные а сюда нормально ты же видишь яркая картинка хорошая он солнышко вышло тем более светлее давайте гудольф израильевич так а что давать рассказывайте это что рассказывать мне рассказывать а по петь матом я говорю чтобы матом не ругался ну что это такое я говорю нечего особенно рассказывать братом может нормально говорить то может он не хочет этот настроение надо я борюсь борюсь с этим бесполезно нормально нет они а нормально я вижу ничего час солнышко выйдет опять ничего я ведь тоже посмотри там же все видно он все видно прилично ничего ну вот устроили устроились не йорком мост до видео мост видел мост устроили вчера да и ты говорил что ты был под большим впечатлением почему ты был под большим впечатлением ну надо сказать что я сына своего не видел практически около 20 лет мы иногда так сколько ему сейчас сколько ему сейчас лет сына 33 года вот так он это то есть он маленький был тогда еще когда когда 12 а дочке сколько лет у тебя старше наши точки ну она ты тебя не бывает она забыли за хоть когда-то звонит она или не вообще никак но мы тоже не общались и короче говоря у нее уже слава богу двое детей теперь мои внуки началось все с того что ее супруг в интернете поместил надпись я женат на ваш на вашей дочери моя дочка саша начала разыскивать а то есть я стал интересом брат с сестрой то конечно она раскопала вот потихоньку и она и организовала вот этот видео мост и сестру себя замечательно нашла нашла который можно гордиться ну да по виду и по всему вот ну а вот эти первые в контакт вошли с ее братом слава богу ну и как разговор был вот расскажи как его он уже для него неожиданно это было наверно да ну конечно нет они то брат там брат с сестрой не общались конечно а те общались так что вместе пока что вот это я еще планирую может быть устроить такой вот конференцию видео когда мы будем все вместе вот они же дочка в канаде сынка в Нью-Йорке да 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 общий месяц сидит по моему технически это возможно сейчас вот может быть конечно возможно когда нибудь это сделаем сейчас возможно вот и получим обоюдное надеюсь удовольствие потому что я цена получил истинное удовольствие вот это я хотел услышать в нем свое прямое продолжение по всем вопросам по внешности по манере говорить по психологическим вопросам он все практически тоже как я все думает и делает но значит что это твой сын все таки хотя мне когда-то было заявлено его матерью а что ты к этому не вижу когда он еще был грудь чуть ли не грудной но не грудной но она подлец она мне сказала а это вообще не твой сын да ты уже пожалуйста брыль это не распускай это не твой сын да ну это меня охладило если потом когда я уже но это шантаж меня охладило но не отдалило потому что я понимаю что женщина иногда бывают большими стервозами зависимая ситуация и любят обращать хорошее настроение поэтому когда она увидела что у меня замечательное настроение и я видел его так сказать волноженно в вилле в бассейне мы пришли вместе купаться в бассейн и он лежал такой голенький красивенький я с ним наслаждение посмотрел и она решил в этот момент искать я думаю сегодня твой сын не радуйся да и в чем необъяснимо совершенно хотя были какие-то предпосылки она не на голом месте сказала ну я это проглотил и это мне тоже не отделило и я продолжал быть с ними и воспитывал его и сейчас я вижу что я не зря воспитывал нормальный парень он всегда был достойным человечком умным человеком как тебе показалось как на него произвело впечатление он доволен остался мне кажется судя по его лицу он вообще был очень доволен я не знаю может быть эйфории какой-то мы расстались мы не могли расстаться даже так вчера вот я говорю ну все до свидания поцелую и дочка моя тоже сделал поцелуй как его зовут тебя сын его зовут бенджамин бенджамин он назван в честь моего старшего брата вениамина тоже бенджамин а дочку его зовут как это а за дочку старшую как зовут дочку зовут моя дочка виктория вектория конечно его зовут бенджамин естественно воспитан он американкой который в общем все сделала чтобы он стал американцем и может она сделала все чтобы он ко мне относился не так хорошо как он ко мне относится хотя она его присылала ко мне в нью-йорк гости вот несколько раз и мы проводили время хорошо вот так что все в общем хорошо ну и скорее короче не так все и плохо как кажется да вообще-то это же уже здорово да это же уже хорошо это уже хорошо безусловно безусловно это здорово мы с ним встречали это это тысячелетие в нью-йорке когда он приезжал на тайм-сквер там был праздник покой большой по моему запускали что такое уже не помню то ли ракету то ли шар значит такое запускали ну вот с тех пор я даже не помню приезжал он ко мне может быть еще приезжал ну в общем всегда было хорошо здорово хорошо рудик ты мне можешь ответить вот это вот и за эти три месяца уже прошло с кем-то общался за это время я именно дома у тебя кто-то был но я помимо виталия очень мало я в общем-то и не приветствую вот андрей у тебя кажется был один раз ты мне говорил да еще кто-то какой андрей ну снимал когда вы тебя видео видео который снимал был не андрей его зовут филипп филипп клебанов 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 клебанова имеешь ввиду нет нет я имею ввиду кто-то был снимал что такое типа интервью какой-то понятно 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 а так больше никого и не было то есть ты тоже как я тоже отсидели мы с тобой как в заточении отсидели с тобой три месяца в заключении домашним под домашним арестом называется звонят иногда люди но в общем это конечно не так часто это конечно не жизнь хотя и эта жизнь у тебя последнее это время жизнь была куда там у тебя жизнь была перед этим на полную на полную была мне же когда звонят твои друзья лузгин потом этот самый женя драпкин как рудик там я буду вроде каждый день по кабакам говорю все это каждый день по кабакам танцует чем танцует он резво очень а потом домой привозим и он еле-еле идет о я не могу все все ноги себе оттоптал домой уже он нет у тебя же не веселая была очень ничего особенного я в этом жизни не видел как она хотя бы была веселая она веселая была почему она была веселая и вдруг как резко все поменялось резко становилось ну что делать мы живем надеждами что когда-то окажемся хотя бы в том же самом положении как он мы были до этой эпидемии хотя вряд ли это случится имею ввиду положение будет не то она будет несколько она будет иное но хотя бы можно будет общаться с людьми нормально у меня к тебе вот ты понимаешь в коле мы с тобой снимаем не всегда интересно какие-то вопросы задавать которые могут быть интересны другим в том числе понимаешь вот и и мы и самому мне интересно потому что иначе я быстро спрашивать не стал интерес хотя я честно когда знаю у нас с тобой очень близкие ну очень близкие взгляды на жизнь на все на все вопросы вот у меня такое ты наверно знаешь ты правда я смотрю отравлен этой вот теле пропаганды то что ты ежедневно смотришь вот эти вот ужасные шоу я это вообще не смотрю я телевидение вообще не смотрю уже 20 лет я воде к сегодня сказал у меня радио было его включил у меня сегодня отключили дом электричество а я зависимый от интернет от всего для меня это такая беда я думаю значит время приехал к рудику ехать то что рудика интернета нет а с рудика можно общаться как с интернетом все равно то же самое то есть на весь мир у меня вот вопрос я такой мне очень интересно но ты знаешь на историю наверное про что ну про этот мы по пандемию про эту я хочу задать вопрос такой ты веришь вообще в то что про чипирование вот про чипирование говорят или не веришь в это чего во что чипирование про чипирование чипирование а чипирование я даже потом не думал еще что значит веришь не веришь ну потому что наш друг в кавычках я имею ввиду никита михалков которого я честно говоря особенно его даже сейчас на телевидение не пускает ты знаешь он же заявил самое он заявил о том что вот этот коронавирус это специально принесли и билл гейтс будет чипировать то есть будут вставлять всем чипы и будут тут как в библии написано три шестерки там и все и все вот мы вот так вот мне вот это интересно я потом те свою точку зрения скажу на это по этому поводу потому что у каждого должна быть своя голова я знаю что ты всегда говоришь то что ты думаешь ты никогда не будешь говорить чужие мысли мне это нравится потому что очень многие люди бывают подстраиваются на что с ним разговаривает и он ему подыгрывать с тем ну для того чтобы ему показаться приятно было общаться и так далее я считаю что надо какие мы есть такие мы есть мы должны быть естественными понимаешь ты естественный но вот я уже честно говоря понял что ты к чипированию относишься что ерунда это полная муть конечно да какое там чипирование я тебе тогда так скажу по этому поводу поводу чипирования техника современная сам это я самого билл гейтс видел когда он выступал там с переводом шло на русский язык и он сказал ребята какую чушь и кто мог такую чушь придумать человечество еще не дожило до того чтобы чип ставить который мог управлять который был питался бы и потом можно было человеку управлять не дожило еще до этого человечества к счастью не дожило а теперь вот такой вопрос тогда я тебе задам я спорю продать им ты отравлен этой пропагандой вообще это уже ты и живешь ты уже стал на труже русика советика скоро будешь здесь тебя в штаты не пустят потом скажут все он уже скажет агент влияния скажет как-то глобализации вообще глобализации да безразлично честно говоря ну как ты ты как более винограда что ли да ты как более виноград также нельзя но также нельзя все равно я не знаю мне у меня другие интересы другие у меня-то тоже другие интересы но мне это тоже интересно ведь ты понимаешь мне интересно боюсь я ничего тебе умного не скажу а глупого просто не хочется говорить я считаю что человек Дороший не должен жить своими интересами своими устреблениями так мы так нельзя тогда муж совсем тогда мы как муравьи бегаем по этой земле мы ничего не понимаем но тогда космического ничего нет а человек то космическое создание вообще-то или ты себя не считаешь космическим созданием ты Barack что я здесь вот побегу и побегу и так и все и так и все и на этом все закончится ты так считаешь я Я, честно говоря, не знаю, что тебе сказать. Это интервью вообще врасплох меня заняло. А мне нравится, мне это интересно, в космосе. Я не ожидал, что она будет, и к нему абсолютно не готов. Поэтому эти вопросы все... Да, к этому готовиться не надо. Для меня, мне, конечно, небезразлична история человечества. И я надеюсь, что человечество на нас не остановится и будет продолжаться. Сегодня, кстати, годовщина обезьяньевого процесса, на котором было решено, что путем суда американского, что Дарвин сделал неправильный вывод в отношении того, что... Человек произошел от обезьян. Да, да. Поэтому не знаю, что тебе сказать. Я могу отвечать на твои вопросы, но они более приземленные. Я сегодня в таком состоянии, что я не могу так сказать. Ну, хорошо, ладно, я буду попроще, потому что... Я и буду, но мне на самом деле интересны вот такие, более глобальные. Я понимаю. Мне всегда это интересно было, понимаешь? Я понимаю. Потому что у меня все друзья, понимаешь. Один мне прямо, мы с ним сидели, говорю, вот как бы ты к этому отнесся? Вот мы сидим, разговариваем. Он говорит, Саша, я тебе скажу три вещи, но ты, говорит, не пугайся. Ну, вот что-то он мне сказал одно. Я говорю, ну, нормально, ничего. Второе что-то сказал. Я говорю, ну, нормально. Третий он мне говорит. Совершенно нормальный, вменяемый человек. Он мне говорит. Ну, ты я тебе скажу, но только ты боишься, ты нормально воспринимай, не пугайся. Я говорю, ну, я не буду пугаться. Ты мне скажи. А я, говорит, инопланетянин, он говорит. Я говорю, ну, хорошо. Я говорю, замечательно, а что же здесь плохого-то? А что пугаться-то, я не понимаю? Инопланетянин. Ты знаешь, сколько у меня инопланетян друзей? Полно. По-видимому. Я не знаю, кому как, а у меня полно. У меня же один, например, который, вот, он, ну, считается, что он шизофреник. Считается, что шизофреник. Кстати, второй человек в Питере был, почти третий человек в Питере. Он был вторым секретарем обкома в ЛКСМ в Питере. Он после Матвиенко был вторым человеком в Питере. Он мне говорил всегда о том, что, потом, когда шизофрению у него определили, он говорил, что я первый летал в космос. Я одна же у него так спокойненько, у него спрашиваю, ну, а как же ты вот, мы же с тобой, говорю, тогда во второй класс ходили. Как ты мог, говорю, в космос-то летать? В первый класс ходили, если бы с первого класса вместе. Он отвечает, а вот летал и все. То есть он якобы до Гагарина летал, якобы поднялся, опустился. Как к этому относиться? Как относиться к шизофрении, например? Это, существует это понятие, явление, или не существует? А мне другой приятель сказал, говорит, слушай, а может он летал, откуда мы знаем? Может он пришел из параллельного мира, откуда ты, понимаешь? Мы же не знаем, мы же живем, мы же не понимаем. Ну, извини, ради бога, я тебя немножко в дебри так туда уел. Давай вернемся, Лада, на землю, на грешную землю, на эту грешную землю. Давай мы вспомним наших друзей, всех привет им передадим тогда. Это верно. Любимых, которые здесь вот с нами вместе общаются. И давай вот ты вот расскажи о своих друзьях понемножку обо всех, кого ты больше всех уважаешь, любишь, что на тебя наибольшее впечатление произвело в последние годы. Тем более вот этот год ты даже никуда не уехал, ты здесь вот уже видишь сколько времени. Первый раз, кстати, за многие годы, да, ты остался здесь. Ты же всегда весной ездил, я же это знаю, здесь первый раз не поехал. Передадим привет им. Они тебе звонят, друзья твои, да? Ну, мало кто сейчас звонит. Как-то количество людей уменьшилось, круг сузился. Даже не о чем особенно говорить-то с ними. Ну, что обсуждать-то бесконечности. Мы привыкли к музыке, привыкли, да. У нас общение это музыка, да. Рыбами, вытащенными из воды и положенными где-то на берегу. У нас всех такое состояние, что мы... А музыкантов тем более, потому что им же надо зарабатывать хоть как-то, да. Им же надо, чтобы жизнь существовать. Поэтому особенно сейчас говорить не о чем. Знаешь, я тебе скажу удивительную вещь. Ведь дело в том, что вот эта пандемия, она не только нас затронула. Она и звезд этого рок-н-ролла затронула это вообще-то. И мне настолько интересно, когда... Брайан Мэй, ты знаешь Брайан Мэй, конечно, да? Брайан Мэй, Куим. Знаешь же Брайан Мэй. Кстати, Брайан Мэй, доктор, он физик, астроном, физик. Кажется, астрофизик, если я не ошибаюсь. Астрофизик. Он дома устраивает концерты прямо. И у него там... Недавно, последний концерт вместе с Рожером Тейлором, тот сидит дома, стучит, этот у себя стучит, и они вместе играют. Это называется мастер высокого уровня. Сидит запросто на гитаре. Ему все равно, что на большой сцене играть, где там, извини, где 100 тысяч человек. Или дома сидеть на гитаре играть. Устраивают концерты такие. Наши ребята тоже. Я смотрел недавно, вот они у Арсена там собирались вот вместе. Были, были, да, были. Там и Дуча был, там и Ростик был, и Сережа Иванов там был. Арсен был. Арсен устроил вот эту студию, такая студия. Вот, и они там собирались. А перед этим они, кажется, день рождения кому-то праздновали. То ли Ростиславу, то ли... Сергей, 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 дома тоже собирались. Сережа, кстати, Иванов был у них в гостях. Да, да, да. Вот. Ну, они меня звали, но я почему-то избегаю сейчас таких. Правильно, правильно. Дело в том, что я-то нахожусь в зоне риска. Я тоже нахожусь, я тоже в зоне риска. У меня есть у всех шанс в случае, не дай бог, заражения как-то выйти сухими из воды. У меня этого шанса нет. У меня тоже нет. У меня точно так же к этому отношусь. Поэтому я стараюсь никуда не ходить, никого не приглашать. И кто знает, как... Да, как это закончится. ...произойти. Да, да, да. Вот. Поэтому, ну что, время такое, что сейчас не до особенных праздников. Лучше поосторожнейшим, немножко. Да, надо переждать это время. Да. Сколько оно затянется, трудно сказать. Да. Есть надежда, что это будет не так уж долго. А на самом деле, кто знает, волна может быть вторая, волна может быть третья. Никто не знает. У меня очень многие друзья, вот, они относятся, когда я их спрашиваю. Вот, многие так напуганы, они боятся дойти до магазина, боятся, потому что их всех напугали уже, надо обязательно одевать перчатки и все. Мой подход такой, если тебе интересно, конечно, я так тебе скажу. Я подхожу философски к этому вопросу вообще. Мне очень нравится твоя позиция, я точно так же отношусь, как ты, то, что ты сейчас сказал. Если бы даже вот самоизоляцию никто не вводил бы, я бы сам не стал никуда ходить. То, что я понимаю, что есть это, даже обычный грипп мощный, ты меня извини сам, если ты, можно заразиться, можно и от обычного гриппа умереть вообще-то, понимаешь? Ты знаешь, я когда стал думать по этому поводу, я так тебе отвечу на этот вопрос, что нас так запугали уже по этому поводу, что так слишком-то не надо тоже сильно. Конечно, надо опасаться, безусловно, понимаешь? Надо опасаться. Но ведь я так тебе скажу. Вот смотри, тебя укусила одна пчела, больно. Тебя укусило 10 пчел, у тебя поднимется высокая температура. У тебя укусило 50 пчел, 100 пчел. И ты можешь умереть. Не дай-то больше. То же самое, например, вот Югор Шугаев, кстати, недавно комнату купил, рядом, теперь с тобой живет недалеко. Я у него недавно ночевал, у него на втором этаже, тоже там высокие потолки, у зоопарка, напротив зоопарка. Но он сейчас уехал к матери, к себе в Брянск. Вот очень боятся, но не это, он боится, например, очень, как называть, клещей, клещей. Вот энцефалитный клещей. Ну, кабанов боится, например, кабанов. Я не знаю, ну, конечно, может кабан напасть где-то там в лесу, я, например, змей боится, змей боятся. Я объясняю, ребята, за 5 лет в Ленинградской области ни один человек не погиб от змеи, я имею в виду. Ну, змеи, ну что наша гадюка? Она укусит. Поднимется температура, конечно, поднимется. Ну, отвезут тебя, ну, сделают сверудку. Ни один человек. Сейчас недавно сообщили, что ребенка укусила змея. Ну, нормально, сделали все, ребенок жив остался. Я к чему это говорю? Когда я стал смотреть, что такое вирус вот этот, я пришел к выводу, мне интересно, это было живое или не живое это. Вирус-то живое или не живое? Что это такое за материя? Живое или не живое? Вирус живое это или не живое? Ну, есть мнение, что он искусственно созданное какое-то вещество. Ну, можно искусственно создать и человека клонировать тоже. Это живое оно является. А вообще-то, ну, можно и химическое создать. Человеку можно что угодно создать. Так вот, я хочу сказать, что в Википедию, когда открываешь, там, вот примерно как ты говоришь, что никто не знает, ученые не знают современное, они не могут сказать, что это живое или не живое. Так вот, я хочу, моя точка зрения такая, все зависит от дозы, которую ты получаешь. Если ты находишься, правильно ты говоришь, ты попал в больницу, где перед тобой вот сидят с этими, с них течет все, грубо говоря, они кашляют, правильно ты заразишься. Но если ты дотронешься до ручки перед тем, который больной дотронет, того ничего не будет. Естественно, что у любого организма есть естество. Говорят, что этот COVID, кстати, всегда у нас был, присутствовал в человеке. Все присутствовало. В организме человека присутствует алкоголь, все, весь полный спектр вот этих веществ, всего. Все зависит от дозы. Поэтому особенно боятся и сильно, ведь люди не понимают. Они боятся всего. Вот я смотрю, я недавно приехал на «Белые ночи». Получилось так, что я вообще-то интервью даю уже. Другой гроба, ты способ должен высказаться, выговорится. И мы на «Белые ночи» поехали. Меня поразило то, что на Дворцовой площади, видимо-невидимо, молодежи, я это опубликовал, все поют песни, кажется, если не ошибаюсь, Чиракова, Чижа. Кажется, Чиракова. Я плохо эти песни знаю. Причем хором поют, парень играет на гитаре, сидит. Толпа, человек 200 сидит. Они прямо, я так и назвал, посиделки. Ни одного человека в маске нет, молодежи. Сидят, вино из бутылки пьют, прямо так. Жизнь продолжается. Ребята не боятся. Но ты правильно сказал. Нам с тобой и мне тоже. Нам, осторожнее. Вот мы тут с твоим сидим, мы находимся в зоне риска. Да. И выгоровка... Итарь, сколько тебе лет, извини, если, но так... 71. А, ты меня чуть-чуть старше, да, чуть-чуть. Мне 69. Ну, все равно ровесник, прибег на ровеснике. Два года, это ерунда. Два года ерунда. Но тоже уже старый, по сути-то дело. Тоже старый. Я самый старый. Хотя я внутренне себя молодым считаю, но старый, конечно, старый. Несмотря на эту зону риска, я понимаю, что если вообще опустить руки и ничего не делать, никуда не ходить, то мы просто не в состоянии будем вернуться даже в ту точку, откуда мы попали в эту зону коронавируса, понимаешь? Поэтому надо заставлять себя что-то делать. Я, например, старающий через день ездить к себе на работу в твой музей. Ты на метро ездишь, так? Да, я через день, как бы я себя плохо не чувствовал, стою, делаю зарядку, обтираюсь с холодной водой и стараюсь туда доехать. Молодец. Доезжаю в плохом состоянии, часто лежу. Потом к концу отхожу уже обратно, езжу уже в более хорошем состоянии. Но стараюсь что-то делать. И так все должны что-то делать, потому что обыскать руки нельзя. Вчера с Игорем, ну по скайпу мы сговаривали с Игорем, с Юлей. Мне с Юлей всегда интересно поговорить, у нас много общего. Ну ты Юля знаешь, она была, это его жена. Она говорит, а им повезло, что они в самый разгар этого попали в коммунарку. То есть у них там то ли родители живут, я могу ошибаться сейчас. И они в коммунарке, а там больницы вот это, и там самый-самый очаг вот этого коронавируса в Москве в коммунарке. Ну Юля правильно говорит, мне нравится ее тоже позиция. Мы долго-то обсуждали, минут сорок вот эти вопросы все эти обсуждали. Говорят, я гуляю, вот у нас девочка гуляет. Ну что вот мы на улице? Вот я на Ладогу сейчас собираюсь ехать. Какой там коронавирус может быть на Ладоге? Вот они взяли, всем запретили куда-то выходить там в лес. Но наоборот, людям надо лес. У нас леса самые большие в мире. Да люди пускай едут, пускай осваивают свою страну хотя бы осваивают, пускай едут на Байкал, на свежеводские никакого коронавируса нет там. Не говоря о том, что все равно должен вырабатываться иммунитет. Пока мы здесь сидим, наш иммунитет, мы вообще будем, мы даже не сможем, самые простейшие-то болезни грипп-то не сможем даже пережить. Иммунитет улетучивается. Если никак, его не подкармливать, не подстегивать. Он просто сидит на месте, он теряет силы, теряет иммунитет. Становится беззащитным. Надо что-то делать, двигаться необходимо. Ну вот так вот. Мы впервые за все время, Рудик, с тобой, ты обрати внимание, делаем сейчас с тобой трюю не на тему музыкальную. Ведь в мире много чего и другого интересного, помимо музыки, между прочим. Море чего интересного, море. Море чего интересного, на самом деле, масса всего. У меня полетел недавно компьютер, главный мой. А я же не компьютерщик. Какой стресс я испытал, Рудик, ты не представляешь. Я 10 дней сидел, в шоке был. Боря Виногадов мне звонит. Саша, я приеду, мне эти 500 рублей надо дать. А тебе не надо, не надо никаких 500 рублей, не надо. У меня, потому что компьютеры везде стоят, по всей этой, и все, все развинчено. Мне не до этого. Я был настолько, ну, у меня вот сейчас, я вспыхнул моментально. Потому что я все, все сделал. Я все сделал, все восстановил, восстановил все. Вот так. Слава Богу, что у тебя голова хорошо устроена. Да это не голова, это у нас с тобой одна, вот у нас есть общая черта с тобой. Мы любим, не все всегда получается, конечно, вот до конца. Ты любишь говорить, я знаю, что я всегда довожу до конца. Не всегда все получается до конца. Но мы стараемся, по крайней мере, мы стараемся это делать. Я не могу, если у меня что-то не работает, я должен обязательно довезти уже. Я не могу, иначе я спать не буду. И я так и был, и что я сутками не спал. Я буквально ночью, вот мне мысль приходит, я иду. Знаний-то не хватает в области компьютерной. Разговариваю с Женей Драбкиной. Разговариваю с Женей. Женя услышит, ничего страшного. Ты же доцент. Как это тебе не хватает? Ты приват доцент. Разговариваю с Женей Драбкиной, вот с Нью-Йорком. Ну как у тебя, Саш, дела? Я говорю, ну вот, с компьютерами сидел, восстанавливал неделю. А что там? Там же, говорит, все просто, он мне говорит. Я говорю, ну как просто, говорю. Я говорю, ты-то, говорю, а ты-то можешь компьютерщик? Я не знаю его образование, вот в чем дело. Ну, он закончил. Абойди, я сейчас. Закончил что-то. Да, да, да. Я же не знаю этого ничего. Я говорю, ну ты знаешь, у меня не компьютерное образование. Для меня это сложно, понимаешь. Там сказать, там МБР, там или ЖПТ, там загрузочные. Для меня это, я не совсем, я понимаю, но надо глубоко понимать это. Глубоко-то я не понимаю. А у него дело в том, что ты знаешь, говорил он тебе или нет, что у него инфаркт был недавно. Ты знаешь об этом? Я знаю об этом ничего. А вот чтоб ты знал. Оказывается, у него был инфаркт буквально 2-3 месяца назад. Я говорю, Женечка, я говорю, да бросай ты нахрен эту работу, говорю, бросай ты ее, говорю. Уже заслужил ты пенсию. И он сейчас вышел на пенсии уже. Он уже 2-3 недели уже на пенсии сейчас, да. А он увидел, что я анимацию делаю. Ой, говорит, я хочу тоже, говорит, анимацию делать. Ну, я говорю, ну, ради бога, Жень, давай я тебе буду помогать, говорю. Я тебе могу помочь, все, хорошо. Да, и вот спрашиваю, я говорю, а какой у тебя образование? Да я, говорит, институт культуры окончил в Питере. Я говорю, а как же компьютерное это? А я, говорит, там, говорит, в Америке уже и компьютерное получил образование, правильно ты говоришь. Я, говорит, там, медицинское образование получил и еще экономическое, кажется, что он сказал. У него 4 образования вообще. 4 образования. Он человек, который не теряет время попросту. Ну, да, да. Это важно. Ну, я-то немножко по-другому. Я-то только в одном направлении. Вот я кандидат в науку, я много лекций отчитал, но я никогда не обучал. Я сам обучился всему компьютеру, но я тебе хочу другой сейчас пример привести. Я-то понимал, что у него будет трудно. Он, ну, давай, говорит, ты скажи, чем ты делаешь. Я ему написал программу, я, говорит, скачаю ее, я сделаю все. И вот он мне звонит, мы с ним разговариваем, он мне говорит. А у меня не устанавливается ничего. Я говорю, ну, а как же так? Чего не устанавливается? Ты же, конечно, все просто в компьютерах. Ты говоришь, все просто. А я посмотрю, говорит, у меня, говорит, компьютеры слабенькие. Я говорю, а как ты думал-то, говорю? Это анимацию, это считать надо, это мощный компьютер. У меня 16 гигабайт оперативной памяти, а у него всего 3. Ты знаешь, говорит, я, говорит, сначала блордера я поставил, тоже анимационный, она вот у меня установилась. Я, говорит, посмотрю, если у меня пойдет, я буду заниматься, мне это интересно. Говорит, если не пойдет, тогда не буду. Я ему тогда хотел ответить. Знаешь, Жень, я тоже могу, ты ему мог бы спросить, а как там анимация? Я говорю, я мог тебе сказать тоже, а там все просто. Все не так просто, как кажется. Это только просто, так же, как Руди, когда говорит, я говорю, ты же 2 года сидел в выруке. Ой, это все фигня, фигня, то, что я сидел. Я говорю, ну что же ты сейчас, ты говоришь, когда время прошло. Ты хотел бы туда опять попасть? Я думаю, навряд ты хотел бы попасть. Когда проходят годы, нам потом уже все скажут, а все ерунда, все это просто. Не так все просто. Не так. И даже в компьютерах не просто. Ну, короче говоря, он говорит, я попробую, если у меня это пойдет, тогда я куплю себе новый компьютер. А у него тоже 4 компьютера, но они слабенькие все, это не компьютеры. Это почти как у тебя, грубо говоря. Это слабенькие, это не компьютеры. Компьютеру нужны, даже у меня-то слабые компьютеры, для таких вещей. Надо мощнее компьютеры. Ну вот, я просто такой пример тебе привел, что вот людям надо чем-то заниматься. Мы общаемся с ним, вот и с Володей тоже. Ну, замечательно. Я рад, что они тебе наконец дозвонились, потому что они мне... Связи нет никакой, я у них как испорченный телефон, они мне звонят. Как Рудик-то там, как у него дела, как? Я говорю, да Рудик нормально, говорю. Ну, настроение, конечно, неважное, говорю. Ну, нормально, говорю, бодрых, нормально, говорю, все хорошо, ничего. Слава Богу, дозвонились, да. Ну, дозвонились, да. Слава Богу. Ну, Лузгина сорвалась, конечно, его поездка ежегодная. Вот, он не смог вылететь, потому что и Финляндия не принимает, и самолеты не летают пока. Грузовые. Летают грузовые самолеты. Грузовые. Сейчас многие стали на грузовых летать, и говорят, якобы от нас тоже грузовые летают. Рудик. На них нельзя, но они летают, и на них вроде как-то можно, но это надо все, знаешь, вот так. То есть там очень много, то есть ты в такую, когда можешь попасть в историю, когда полетишь, может, в этом самолете остаться. Попадешь на карантин. На карантин попадешь, да. А на карантин еще больше за шансов взрываться. Еще хуже, да. Вот, так что безвыходное положение практически. У меня есть один друг в Нью-Йорке, здесь живет, я к нему позвонил, у него вообще паническое настроение, он тоже вот никуда не уходит, все у них заказано, подсказано, с собаками надо бы и в этот пройдись, а выйти в город. Женя стал выезжать, у них озеро недалеко, я смотрю постоянно, он публикует снимки, машина, он у себя навел в гараже порядок, ему там жена, по-видимому, дала указания, он навел порядок, значит, там разбирался в гараже, какая-то лодка у него есть, вот засудили лодку ему такую, типа каноэ такая машина, и вот он на озеро выезжает, то есть он стал выходить тоже, да, так они на даче в основном были, да, на даче. Так что, кто знает, надо набраться терпения, и ждать, когда начнется вакцинация, для меня лично это единственный шанс кричиться в нормальную жизнь. А я не буду, я не хочу вакцинироваться, я не буду вакцинироваться. Ну, это лично твоя ледя. А я, ты знаешь, я так тебе хочу сказать, Родик, я, конечно, меня нельзя, как говорится, ну, вставить в пример, я 30 лет вообще лекарств никаких не употребляю, никаких. Потому что у меня был период, когда я с кучей лекарств, у меня там, от сердца, от всего, понимаешь, транквилизаторы, меня подсадили врачи на лекарства, просто подсадили. И я с большим трудом, я с большим трудом из этого вылез, я 30 лет никаких лекарств не принимаю, принципиально. Даже голова болит, ничего, абсолютно стараюсь. Ну, у каждого своё, у каждого своё метод. Виталий, я тебе хочу сказать, меня, Родик, просто убило однажды, насколько разные лекарства, вот. Ну, это давно было, уже давно, года три назад, у меня кашель было, я, Родик говорит, ты знаешь, я кашлю, говорил, у меня. Ой, говорит, у меня, говорит, лекарства американские есть, таблетки остались, я тебе дам пару таблеток, говорит. А кашель у меня, честно говоря, типа хронический такой, то есть у меня по полгода бывает, я не знаю. Он, я вот сейчас тоже не кашляю, но что-то внутри, постоянно все равно сидит, что-то внутри есть там, да. Меня поразило, а кашель, ребята, вы знаете, когда сильный кашель, это невозможно, ты его просто сдержать не можешь, то есть ты вынужден просто, ты хочешь, не хочешь, у тебя, ну, невозможно сдержаться. Меня поразило, я принял эту таблетку, это чудо. Через 15 минут всё прошло, это просто чудо, это чудо. Это то, что я тебе предложил. Да, да, то, что ты мне, ты не предложил, ты мне дал просто, да. Ты мне дал, это чудо. Потом и вторую, он мне это две таблетки дал, потом как-то я вторую ещё сделал. Всё моментально, через 15 минут всё прошло. Это говорит о том, что наше лекарство, по сути дела, которое мы вот здесь вот, в России, это пустышки. Кстати, хочу такую вещь сказать, тоже интересную. Золото партии, ну ты помнишь, ты, наверное, с темой знаком золото партии или нет? Ну, что-то помнишь, видишь были. А ведь золото-то куда-то делось, это золото партии-то делось. У меня приятель один, я сейчас могу честно об этом говорить, я ничего, потому что он в интернет даже не заходит, он был первым читалём райкома партии. В центре Дзержинске, кажется, если не ошибаюсь, райком партии, где вот эта фонтанка, вот это всё? Ты знаешь, чем он стал заниматься, каким бизнесом, когда закончилось это самое, когда вот время советское подошло к концу? Знаешь, какой бизнес? Самый, самый богатый бизнес, вот они, они же все не дураки, ты поверь мне, вот эти бывшие партийные работники, все же не дураки. Всё у них в руках. Всё у них в руках. Да, лекарствами он занимается. Лекарства. Мой приятель, с которым вместе в школе учились, он двухметровый, Володя, этот двухметровый рост, а этот пониже, вот этот он, он его на машине возил. Лекарства. На машинку погрузил, там столько денег, не надо самосвалов никаких. Это самое дорогое, то что лекарства есть. Да ещё не говоря о том, что эти лекарства, честно говоря, там плацебо их называют, плацебо, то есть, грубо говоря, там пустошки. А пустошки, это пустошки. Вот так вот. Извини, вот так мы перескакиваем вот, с темы на тему, да. Но это жизнь, Рудик, это даже не менее интересно, чем всё остальное, поверь мне. Это очень интересно всё, да. Это жизнь. Брынцалов начинал. Брынцалов начинал, точно, Брынцалов. Сейчас не знаю, где Брынцалов, там живой, не живой, даже не знаю. Уже закопали. Уже закопали. Да у него нет уже, живо даже. Конечно. А я даже не знал этого. Даже не знал этого. Интересно, живём так. Как в вашу жизнь? Сейчас вот Хабаровского этого. Да, 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 Фургала, да. Фургала. Говорят, с 2005 года там убийствами занимался. А спрашивается, а что ж тогда был депутатом Государственной Думы? А что же вы знали, что человек убивал, и он был депутатом, они там сидят? То есть, когда надо, да, никому угодно. Губернатор, это про губернатора, говорят? Да, 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 Фургала, вот этого. Хабаровского края, да, ЛДПР. Четырёв заказал. Заказал. Так спрашивается, а что же вы с 2005 года, 15 лет прошло, а что же вы везде его допускали? Вы же знали, что он был, убивал, да, всё. Всё, что же вы допускали-то? Даркин был, это тоже бандит на бандите, там, бандит на бандите, вот. Ну да, вот это всё, вот это смотришь, когда... И с этой точки зрения, Рудик, конечно, я с тобой согласен. Честно говоря, хочется плюнуть на все, заниматься только музыкой, заниматься и не думать даже об этом, потому что противно думать просто, противно и всё. Но ты пропаганду слушаешь постоянно. Это не пропаганда, это просто обсуждение. Я слушаю, как люди обсуждают разные варианты, связанные с политикой или с чем-то ещё. Так это же всё заказуха, там же заказуха, они как обсуждают, они же специально, у них всё взвешено там, кого пригласили, ты должен вот это сказать, ты вот это должен сказать, ты вот это, ты ничего там лишнего не скажешь. Мне бы не разрешили там уже выступить. Конечно. А мне бы не разрешили, потому что я бы сразу бы, правду матку бы, я привык честно говорить-то, понимаешь. Меня трудно остановить-то, понимаешь, очень трудно. Не то скажешь, тебе уберут. Всё, сразу уберут и всё, это хорошо, если так ещё по-тихому. С эфира выгонят. С эфира выгонят, вообще никуда не пустят, да, и... Да ещё заблокируют счета, потом скажут, и скажут, занимаешься там контр-пропагандой какой-нибудь. Ну да, 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 да. Вот это всё, вот это мы пережили всё. Я же был председателем, назывался Дом научно-технической пропаганды. И тогда меня поражало, я тогда же, в литературной газете-то тоже очень много писали, не только, в Новом мире писали тогда, в иностранной лице, были немножко, чуть-чуть тогда, что-то пробивалось тогда. И писали тогда странно, говорит, во всём мире нигде слово пропаганда не употребляется. Как, а что пропагандировать, если это нужно? Вот японцы живут, если это надо, например, у тебя раз предложение хорошее. Что пропагандировать-то? Это надо брать просто на вооружение. У нас никогда ничего не нужно было, никому. Я писал диссертацию, я понял так, что наука не нужна. У нас наука не нужна в государстве. Ни наука, ничего не нужно. Это только слова от них, что это нужно. Меня, вот по поводу фейков, например, меня страшно, знаете, как ребята задевают? Ну, я в интернете смотрю, а там в интернете, они же Яндекс под себя уже, грубо говоря, подмяли. И там постоянно, после 65, вам полагается вот это, вот это, вот это, вот это. Извините, у меня уже, я уже 10 лет, кажется, вот у меня пенсия вот как была, так и осталась. Она только всё, цены только растут сам, а пенсии всё на одном месте. Здесь недавно меня обрадовали, что-то бабах, я 18 тысяч получаю, я никогда ничего не скрываю, что есть, то есть. А здесь бабах 21 тысяча. Я сижу, думаю, боже, неужели прибавили? И сейчас пошёл, смотрю, что она оформляет. Опять-то вернулось, то есть они просто 3000 как-то, видимо, разово что-то добавили, что-то разово. Вот так, видишь, всё, то есть ничего не прибавляется, всё как было, и не будет прибавляться ничего. Ничего не будет. Надежды есть, что прибавится когда-нибудь. Что-нибудь. Ну, мы здесь никогда особенно и не думаем с того, вот мы живём, вот я поеду на Ладу, а мне больше не надо ничего. Я там, ну, я буду рад, что-то. Вино было бы сухое. Вино? Нет, я сухое не пью. Я только я Массандро пью. Ну, Массандро. Массандро пью, да. Коктебель уже нет, Коктебельская вина уже, по сути дела, хорошая. То есть вообще вина? Ну, разливное там продаётся ещё на заводе, вот. А вот, чтобы вот на этикетке было вот это, вот эти портвелины хорошие, мускаты, их уже нет, да. И, кстати, владельцы питерцы, между прочим, владельцы этого завода питерцы, они закупают коньячный спирт где-то во Франции, там, ну, то есть, что бы ни делать, только чтобы ничего не делать, только деньги получаются. У нас всё так, мы так живём, у нас Россия такая. К сожалению, да. К сожалению, да. Тут всё на один вкус получается. Любое вино такое же, как и другое, только этикетки разные. Меня поразило, да, ты абсолютно прав, меня поразило, ты знаешь, что в Коктебеле я больше сорока лет езжу, меня поразило, что был период, когда я приезжаю, они всё наливают, у них всё вино в одну цену. Но на самом деле мы прекрасно понимаем, что вино, что мускат стоит дороже портвейна, например. Ну, разница-то есть вообще, на мускате там или портвейне, есть от выдержки зависит. И вино-то разное, пойми мне, я знаю, но я поэтому всегда и покупал, я знал, какое вино покупать, ты понимаешь. Самый шикарный был этот массандровский красный портвейн, он вообще стоил 85 рублей в своё время. Сейчас бутылка такого портвейна стоит больше тысячи рублей. Точно такого же портвейна больше тысячи рублей стоит. Массандровский завод пока вот один из последних, который вот остался, делает ещё нормальное вино. Там же Киселёв всё взял в свои руки. Как ты бил это? Да я знаю, я его видел, мы однажды шли, он даже лицо на меня вот так вот развернулся, там он в мае туда приезжает, да. Да, он там построил, там у них скандал страшный, там дело в том, что там осыпается всё. Ну, а он в свои руки правильно, он взял там, ему построили там прямо под крадаром наверху. Ну, там опасно, там опасно всё, вот в чём дело, потому что может осыпаться вот это всё. Ну, они там свои забили какие-то, ну, якобы там посчитали, но он денег не заплатил архитектору, там у них скандал был колоссальный. Вот они писали из Феодосии, он Феодосий писал. Так что я это знаю, всё хорошо очень, его там сейчас не особенно любят его, это понятно, да, понятно. Это Рудик его только слушает, вот смотрит постоянно. Ты видишь Киселёву-то, да? Нет, я у меня обычный канал культуры. А, ну, это другой день. С утра он не успел переключить. Открытый эфир он смотрит. Не успел переключить. Открытый эфир. А, открытый, ну, понятно, да. Понятно. Я не смотрю этого ничего, к счастью, не смотрю. Я не могу смотреть это, просто не могу, у меня не позволяет это. Я когда смотрю, мне только хуже становится, и всё, я не могу смотреть. Вот это ложь, понимаешь, вот это отсутствие вот этого, ну, простых понятий человеческих, понятий, как достоинство, честь, какая-то, ум, какой-то. Я не знаю, как мы живём, я не понимаю, как мы существуем вообще. И поэтому я по поводу глобализации хочу, когда мне кто-то спросил по поводу глобализации, я так сказал, потому что сейчас все борются с глобализацией. Я сказал, ребят, мы никуда не денемся, глобализация всё равно будет. Хотим или нет, вот, можно, можем не мечтать ни о чём, ну, хорошо, Рудик, вот, молодец, ты не думаешь ни о чём, и не надо думать, да. Ну, и существует же, мы же не одни в этом мире-то живём. Или ты считаешь, что мы одни вот в этом мире, вот, появились так в этом мире, вот, мы одни, больше ничего нет. Не одни, не одни. Колоссальное количество из цивилизаций, которые выше нас намного, мы, извини, как в зоопарке у них. Они у нас, они над нами смотрят, только не дай бог не тронуть только. Мы как папуасы, понимаешь, которых не надо трогать. Пускай они живут и сами разбираются, ребята, как у них там, что будет, вот. У них-то глобализация, всё зависит только от того, кто стоит у глобализации, кто стоит в Совете. Поэтому, хотим или нет, вот, я пример простой приведу. А что, это плохо, организация объединённых наций? Я считаю, что это хорошо, организация объединённых наций. По крайней мере, они могут сказать, что в Северной Корее, ребята, мы не хотим жить, как в Северной Корее. Вот в Северной Корее, вот они живут, и мы идём, мы тоже будем, сколько как в Северной Корее жить, так же будем. И нам скоро так скажут, что, ребята, мы вам отключим интернет, сидите, тебя тоже отключат всё. Тебя, нет, потом выпустят, но тебе дадут задание потом. Тебя пригласят, ты знаешь, тебя уже приглашали, пригласят тебя в это самое, как его, в КГБ, сейчас так надо, в ФСБ. Вам скажут, что, Удольф и Зрач, вам задание собрать, не ёлки, сведения, отпустите. Ну, я шучу, я шучу, конечно, я шучу, я шучу, я понимаю. Но я к тому, что не надо бояться этой глобализации, всё только зависит от того, кто стоит у руля. Поэтому, вот смотрите, мы сейчас, вот эти поправки, которые я, конечно, против этих поправок, о чём говорить. Они сделали верховенство наших законов, что нам надо плевать теперь на международные, нам плевать на все мировые договорённости, всё, вот мы что хотим, то и делаем. Это прямой путь в Северную Корею, грубо говоря, как в Северной Корее, так же. Нам плевать, вот что хотим, то и делаем. Нет мировой сообщества нормальных государств, которые более-менее нормальные, у них тоже проблем много у всех, и в Америке много проблем, везде много проблем. Мы Жене говорим, Драккинам, я не люблю Обаму, не люблю, я не люблю Обаму. А Женя мне прямо говорит, я, кстати, к Жене очень хорошо отношусь. Слушай, а я, говорит, за него голосовал, за Обаму. Я говорю, ну, ты имеешь право голосовать, когда ты имеешь право голосовать за кого? Самое главное, чтобы человек мог голосовать за кого он хочет. Я почему против, он не за Обаму голосовал, он голосовал за Трампа, я оговорился, извините, за Трампа голосовал. Я не Трамп, не люблю я Трампа, я больше Обаму люблю. а ты знаешь о том что у обамы я ведь мы же ничего не знаем мы же лету я а чё нам чему такого у обамы 0 мать белая аристократ получу шикарное образование нише чего я тоже че-то уже че-то хожу-то уже